Детский сад Смотрите сегодня в программе Кого и чему обучают в щенячьем детском саду А также полюбуемся вертикальным озеленением Поговорим о том, чего не видно То есть о женском нижнем белье И научимся готовить очень вкусный и необычный пирог по старорусскому рецепту Олеся, здравствуйте! Расскажите, мы сегодня у вас в гостях Здесь просто невероятно ярко Что за невероятная идея? Откуда она взялась? Рассказывайте все Эта идея взялась из моей головы Я случайно увидела ролик на фейсбуке Где в Америке придумали вот такой детский сад Помещение для собак Для того, чтобы они развлекались и весело проводили время А так как я очень долго училась на зоопсихолога И знаю, как работает мозг Я еще привнесла сюда очень много Допустим, вот эти цвета Это то, как видит мир собаки Желтый и фиолетовый Если вы где-нибудь найдете очки с желтым и фиолетовым стеклышком И наденете их, вы увидите, как видит мир собак Также я здесь использую музыку специальную для собак И запахи, которые уравновешивают Олесь, расскажите, кто к вам приходит и зачем? С какой целью? Ко мне приходят владельцы собак Владельцы щенков Те владельцы, которые хотят позаботиться о своей собаке Или, допустим, сделать ей сюрприз Ну, реально, подарок на день рождения, да? Чтобы собака уже оторвалась Вот как мы детей вывозим в Диснейленд Так же и собак своих И в основном, конечно, сейчас приходят с проблемами уже То есть с теми собаками, у которых есть проблемы в поведении Например, когда собака остается дома одна Она лает, воет Например, собака агрессивна к другим собакам Это тоже ненормально И хозяина это тоже очень сильно нервирует Собака очень сильно тянет на поводке Она не слышит хозяина То есть, ну, много вот таких проблем Которые невозможно решить путем дрессировки Потому что, допустим, маленькие собачки С которыми не гуляют очень часто, да? Там заводчики говорят Ой, нет, гулять не надо Там пеленочка, все хорошо Но это очень большая беда этих собак У них очень бедная среда Где они не могут реализовать свой потенциал И потом возникает достаточно много проблем У этих собак В том числе и со здоровьем Вот здесь сензитивная горка То есть собака, проходя по ней Наступает, видите, на разные поверхности И она получает разную информацию Здесь у нас нюхательный коврик Это такой аттракцион, который собаки очень любят Что такое нюхательный коврик? Мы сюда закладываем лакомства Видите, лоскуточки нашитые И собака их ищет носом, лапами Вот, она ищет и кушает что-то вкусное Получает очень большое удовольствие от этого То есть она копается Да, копается Носиком ищет, ищет, находит и отвлекается Да, смотрите Когда собака это делает Она очень сильно успокаивается Так как у нас на улице этого делать нельзя Потому что опасно, да? Но у собак есть такая потребность Если мы не удовлетворяем Собака страдает от этого И здесь вот такой вот, видите, Диснейленд Диснейленд для собак Орваться Наконец-то А то все нельзя да нельзя Хоть где-то что-то можно На этой мимимишной ноте я предлагаю поговорить О серьезном, о ландшафтном дизайне у себя дома Ну куда ты, мое хорошее? Вот если вы мечтаете озеленить всю свою квартиру И любите зеленые растения, но места совсем немного Дизайнеры предлагают устроить вертикальное озеленение Да-да, представляете? Вертикальное озеленение не часто встретишь в наших квартирах Этот способ декорирования стен чаще применяется в каких-либо офисных помещениях С его помощью можно красиво спрятать неудачную планировку Или подчеркнуть какой-либо акцент помещения Такая зеленая фитостена положительно влияет на эмоциональное состояние человека И идеально оптимизирует пространство Как любые живые растения, они поглощают шум То есть в таком помещении тише Они гасят звук определенный Они улучшают микроклимат растения Потому что это живые растения Они поглощают вредные вещества Они повышают влажность в квартире Это тоже актуально в связи с тем, что, как правило, центральное отопление, воздух сухой А с учетом того, что растения живые, они поглощают воду Постоянно идет поглощение воды и испарение воды То есть влажность в помещении увеличивается Дышать в таком помещении легче И растения, опять же, большое скопление растений нейтрализуют пыль Вертикальное зеленение в квартире требует грамотного подбора растений Лучше всего подойдут экземпляры с коротким и ливьющимся стеблем И хорошо развитой корневой системой Способной прочно удерживаться в вертикальном положении У растений не должен быть агрессивный рост Иначе у них будет нарастать быстро корневая система И нарастать надземная часть То есть они будут очень быстро перерастать И тогда это будут определенные сложности Потому что их нужно будет заменять То есть темп роста растений имеет значение И строение корневой системы самой по себе Растения должны быть относительно неприхотливые Потому что при посадке в гидропонику Корневая система подвергается определенному стрессу Поэтому, конечно, вообще рекомендуется В порядке где-то 50 видов комнатных растений Которые мы используем для фитостены И определяем Подбор растений делается на основе освещения В основном То есть если это открытый солнечный участок То мы подбираем более такие вот растения Которые любят свет Если это темный участок То тогда уже выбираем такие как плющ Попробик Основой такой стены служит пластиковая конструкция Герметичная с задней стороны На вертикальном основании расположены зоны высадки растений К этим ячейкам подведена система автоматического капельного полива Здесь же предусмотрен резервуар для воды И моторчик для подачи воды наверх А также установлен датчик влажности В заданное время система включается и увлажняет почву растений Важную роль также играет место расположения фитостены Ее нельзя устанавливать рядом с системами отопления Или под кондиционером А также в темном месте В этой стене посажено 157 растений Да, вот такое количество На 4 квадратных метрах И ассортимент растений представлен Хидерой, папоротником и марантой Если в вашем доме появится такая природная картина То навряд ли гости оставят ее незамеченной Цветы растения, высаженные в такой форме Всегда притягивают взгляд и вызывают восхищение Напоминаю, мы с вами находимся в щенячьем детском саду И узнаем, для чего же сюда приходят хозяева с их питомцами Мы будем играть, мы будем играть в полезные игры В развивающие игры Которые учат собаку тому, что она может контролировать окружающую среду Особенно это полезно для собак, которые робкие Которые боятся чего-то, у которых есть фобия То есть задача собаки, опять же, добыть лакомство Оно не просто так лежит, видите? То есть вот эти мячики, их надо каким-то образом достать Перевернуть Некоторые собаки берут зубами Вот так просто переворачивают и достают их Вот здесь вот есть пазлы, передвинув которые, собака находит лакомство Видите, вот под ними лежат вкусные кусочки То есть видите, лапами Лапами, носом, то есть это нужно что-то делать Чего мы добиваемся с помощью этих игр? Во-первых, мы удовлетворяем потребность собаки в поиске еды Она ест еду не потому, что она голодная Мы хорошо своих собак кормим Она это делает для того, чтобы удовлетворять свое поведение Естественное поведение Как если бы собаки жили в природе Ахоть и чинь инстинкт? Это не охота Собаки по природе падальщики Как ни странно, выяснили это То есть они собирают то, что лежит То есть получается, что собака удовлетворяет таким образом свою потребность в поиске И она развивает мозг И мы можем поиграть в наперски Мы берем стаканчики Обычные стаканчики, да Закладываем туда лакомство И собака должна каким-то образом угадать и добыть это лакомство То есть это самое простое, что мы можем делать дома А сейчас поговорим о нашем, о женском Великолепие, разнообразие всевозможного нижнего женского белья на полках магазинов радует глаз А вот что же из всего этого выбрать? Вот это настоящий вопрос И сейчас профессиональный брофитер раскроет все секреты о том, как правильно выбрать нижнее белье и что же сейчас модно Кстати, дорогие девушки, совсем скоро премьера в программе «Женское счастье» новой рубрики В которой брофитер Эльвира Воробьева будет учить нас, как правильно выбирать нижнее белье Ведь ни для кого не секрет, что в нем мы проводим до 16 часов в день И от того, насколько правильно оно будет подобрано, зависит наше удобство, комфорт и красота Так что не пропустите, ждите премьеру новой рубрики в программе «Женское счастье» уже скоро Мода в нижнем белье, безусловно, присутствует Это основные какие-то тенденции с подиумной моды, представленной во Франции Вообще Франция является законодателем моды не только в белье, но и в одежде В этом сезоне во многих коллекциях мировых брендов соседствуют как удобные коллекции для повседневной носки Которые не перегружены декоративными элементами, отсутствуют какие-то такие накрученные формы белья Они соседствуют с моделями более пикантными, эротическими, классические формы Они очень удобны для повседневной носки, абсолютно не перегружены Следующий вариант, который сейчас набирает все большую популярность, это модели формы балконет Которые позволяют более пикантно оформить грудь То есть снимаете брители, соответственно, такой интересный вырез Здесь подразумевается носка без брителей, соответственно, открытый верх Третий вариант – это варианты бесшовного белья Это, наверное, один из самых любимых вариантов наших девушек Почему? Здесь вставлена косточка, но при этом за счет лазерной запайки она абсолютно не ощущается на теле Также это белье абсолютно незаметно под одеждой Пожалуйста, какое-то изделие в обтяжку Отличный вариант В последнее время все больше популярности начинают пользоваться модели в форме бюстье То есть это такой удлиненный вариант бюста Чем он мне нравится? Здесь, как в варианте корсета, отсутствуют косточки Которые могут предоставить такие некомфортные ощущения во время носки, того, как вы садитесь Этот вариант выглядит наиболее интересно, в отличие от классических каких-то форм Потому что если вы постоянно носите одну и ту же форму, наверное, немножечко надоедает И хочется как-то разнообразить свою, так скажем, жизнь Потому что много, наверное, в жизни женщины зависит в том числе от того, какое белье на ней одеты И насколько правильно оно подобрано В последнее время особым вниманием со стороны не только девушек, но и мужчин Пользуются модели с декоративными элементами Такими, как чокеры Также интересный вариант со стропами Также очень у нас клиенты любят и оценивают модели с декоративными плечиками Здесь вариант можно использовать и для первой брачной ночи, да Если это взять другой вариант цвета В принципе, на какой-то особый вечер со своим молодым человеком Но здесь большой плюс в чем? Производители, так скажем, уже заботятся о нас Они все эти элементы сделают съемными И белье, соответственно, более функциональным Здесь мы можем все эти чокеры, стропы отстегнуть И носить это белье для повседневной носки Также и здесь производитель представляет в комплекте базовую классическую бретель В предстоящем сезоне будет актуальный цвет Марсала, изумруд, черный К более легкому такому летнему сезону актуальны пудровые, лиловые оттенки Розовые и бежевые Но, девочки, не гонитесь за модой Все-таки стоит учитывать особенности вашей фигуры, роста Выбирать белье, исходя из того, что вам не только хорошо садится, но и действительно нравится В чем вы будете чувствовать себя сексуально и уверенно Олеся, расскажите, пожалуйста, может быть совет какой-то есть для заводчиков собак, для хозяев собак Которые оставляют своих любимцев дома одних А они воют, грустят, лают на весь дом И соседи, может быть, даже жалуются Есть ли какой-то вариант, как можно собаку развлечь или немного успокоить? Вариант есть Единственное, что придется до того, как собаку начать развлекать дома Чтобы ей было не скучно оставаться дома одной Нужно позаниматься Потому что очень часто собака воет, пытается выйти из дома Потому что она думает, что ее случайно там забыли Что это какое-то недоразумение, и она просто не успела выйти Как же так, да? Да, то есть нам нужно приучить собаку к тому, что когда она остается дома одна, ничего страшного не происходит Это все нормально, это все хорошо, хозяин вернется Просто очень часто владельцы таких собак совершают ошибку Они берут в дом щенка Дома все время кто-то есть первое время, да? Это ребенок, мы там за ним ухаживаем, не оставляем его одного А потом резко, бац, нам надо на работу И для собаки это катастрофа Потому что база безопасности куда-то ушла Я остался один, ужас-ужас, помогите Они воют, они зовут владельцев своих Говорят, вернись, вернись, мама, куда ты? Бросили Да, меня бросили Поэтому прежде чем развлекать собаку С ней нужно позаниматься И сделать так, чтобы она понимала, что все хорошо Олеся, расскажите, а можно ли в таком случае дома устроить небольшую игровую комнату для своего любимца? Что для этого можно сделать? Может быть, какие-то простые элементы есть? Да, конечно, есть очень простые вещи, которые мы можем развлечь собаку дома и в то же время утомить ее мозг Мы можем использовать совершенно подручные средства То есть мы берем полотенчико, заворачиваем туда лакомство, заворачиваем это полотенчико и даем собаке, чтобы она с этим занималась То есть ее задача самой там развернуть, добыть, раскопать, да, это очень такая простая вещь, которая есть дома А также можно набрать втулок от туалетной бумаги, очень полезная вещь Поставить эти втулки в контейнер и туда зарядить лакомство И чтобы собака, да, каким-то образом решила эту задачу Это тоже очень просто и несложно А сейчас я передаю слово мужчине, который знает все о старорусских рецептах, казачьих застольных традициях А самое главное, умеет все это сам готовить В нашей программе вновь полезная рубрика, в которой мы будем изучать всевозможные старорусские рецепты И так сказать, вместе с вами кашеварить Казачья кухня является неотъемлемой частью русской кухни Я бы даже сказал, что половину блюд всей традиционной русской кухни добыли казаки И самое главное, у казаков было такое поверье и основная черта дружелюбность И поэтому, когда из одной станицы приезжали в другую станицу Из одного казачьего войска приезжали в другое казачье войско Происходил обмен блюд Поваров у казаков называли кашевары И вот эти кашевары, они брали рецептуру отдельной станицы, курня, хутора И передавали в другую И был такой обмен Именно традиционная казачья кухня сильно полезна Почему? Потому что, если интерпретировать все своими словами Казаки были холеные, девки были румяные Деторождаемость была очень сильная В семьях было от 6 до 10 детей И все это благодаря тому, что люди правильно питались Именно из печей и именно поправильно с сложенным рецептом Сегодня мы приготовим традиционное казачье блюдо – курник Ингредиенты для нашего курника самые простые Это мука, последующая составляющая теста Картошка, яйца, два вида мяса Блины и грибы Самая первая составляющая нашего курника – это, как всегда, раскатное тесто Присыпав его мукой, мы делаем элементарный первый корж Который будет являться основой для нашего курника Присыпаем мучкой нашу сковородку Без всякого масла И отправляем тесто Пирог у нас состоит из нескольких слоев Самый первый слой Мы делаем из вареных яиц И выкладывается грибное пюре Заранее спассерованное на сковородке Немножко подсолим первый слой И особенность курника, что начинки отделяют блины, которые мы заранее испекли в нашей печи Накрываем и немножко прижимаем Следующий слой начинки у нас будет из молодой телятины В старину мясо разделали вот таким топориком Но мы не будем пугать наших телезрителей И возьмем банальный нож И второй кусочек – это поросятина Теперь мы смешиваем телятину с поросятиной нашей И мы сейчас немного обжарим на чугунной сковороде Для придания корочке и румяного вида Еще для начинки нам понадобится картофель, также мелкорезанный Неотъемлемой частью нашего пирога является, конечно, репчатый лук Который нарезается непосредственно перьями или перышками Чтобы сохранить сок и придать пирогу большую сочность Следующий слой нашего корника – это репчатый лук Перемешка уже с нарезанным картофелем И просаливаем И также закрываем нашим блином И формируем так называемую горку слоеную Немножко проливаем сливочным топленым маслицем в серединку И делаем ножом вот такие сечки, чтобы масло пропитывало тот слой начинки Вот наше мяско готово Просыпаем его в третий слой Также прижимаем Также немножко просолим Чуть-чуть из масляночки масляца И опять накрываем волшебным блином И делаем такой прижим Опять делаем маленькие сечки Проливаем все остатками масла И накрываем его верхним коржиком И формируем уже вот такой казачий курень И делаем обвяз пирога Для того, чтобы наши коржи друг с другом соединились И сок, который образуется между слоями, не вытекал А наоборот пропитывал данную обвязную корочку Эта кухня интересна тем, что она обладает такими свойствами Как первое, доступность продуктов Второе, питательность И третье, очень легкий способ ее приготовления Мы не просто храним эти рецепты Мы их донесли и стараемся их возродить Потому что именно наша земля Земля Уральская Вот непосредственно где находится данный хутор Здесь стояла станица Заварухинская И мы по летописям, по всяким писаниям По кулинарным поварским словарям Которые дошли до нас Стараемся возродить данную рецептуру Вот практически наш корник готов Но самым главным элементом В любой хате, в любой избе Являлась труба И мы делаем отсек для трубы И декоративно из теста делаем прототип маленькой трубы Через которую будет выходить пар А в избе выходит дым Самое последнее Добавляем из нашей масленочки масло В самую серединку Все, наша печка протопилась Теперь мы можем курник отправлять в печь На минут 40 Домохозяйки могут при температуре 180-200 градусов В своих духовках Отправить это превосходное блюдо Также на час-час десять Все рецептуру, которую мы доносим До наших телезрительниц До наших зрителей И тех, кто посещает наши хутора Мы стараемся сделать так Чтобы в современных условиях Любая домохозяйка смогла приготовить И на плите, и на очаге И в духовке, и в мультиварке Понятно, что вкус с дымком Является неотъемлемой частью Приготовления старых блюд Но в исполнении в современных условиях Конечно, любой человек может постараться И хотя бы на 50% передать тот вкус И изыска старых блюд Которые до нас донесли наши предки Вот наш курник готов Проверяют его следующим образом Если идет дымок из нашей трубы То все, его можно подавать Курник подавали двумя способами Либо нарезали традиционным Как мы это делаем в виде кусков Называется кусковая подача Либо снимали у курня крышу Делалось это следующим образом Проводилось срезание крышки И крышка клалась рядом И все гости ложкой, слоями Пробовали данный курник Вот этот замечательный, вкуснейший пирог Под названием курник Я советую нашим милым домохозяйкам Испечь дома И порадовать себя и своих близких Сделайте себе подарок Приглашаем окунуться в атмосферу Старых русских традиций В наших хуторах покажут Как старину готовили А уж кушанья Не оставят никого равнодушными Еда из русской печи Кулинарные мастер-классы Русские забавы У нас можно отпраздновать Свадьбы, юбилеи И новогодние корпоративы С русским размахом Подробную информацию Смотрите на наших сайтах Олеся, спасибо вам огромное Это было очень интересно И занимательно Даже для моего мозга Немного утомительно Но все-таки интересно Спасибо вам огромное Это было очень здорово Пожелайте нашим зрителям Что-нибудь хорошее для их питомцев Я желаю вам взаимопонимания С вашими питомцами Чтобы у вас не было проблем И чтобы они доставляли вам Настоящую радость От того, что они у вас есть Спасибо вам огромное И на прощание хочется По традиции Предложить вам Поучаствовать в нашем суперконкурсе Для этого вам необходимо Вступить в нашу группу ВКонтакте И ответить на простой вопрос Кто из великих художников Воспел женскую красоту В известной картине Джаконда В конце недели Генератор случайных чисел Выберет счастливчика Которому мы подарим Сертификат на бизнес-ланч Кухня, конечно, будет не казачья Но не менее вкусная и интересная И на прощание хотелось бы сказать Друзья, обращайте внимание на мелочи Наслаждайтесь весной Любите тех, кого приручили И помните Когда человек счастлив Он не знает о том, что он счастлив Пока Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин